Кожа российская делается в Рязани. Ребят, напишите, что это такое. Здесь сделана камера, которая на экран показывает, что происходит снаружи. Если бы они просто сделали огромные дырки, то это бы выглядело как какой-нибудь обвес в Мансаре. Она из такой очень мягкой, нежной набивки, и вы реально можете расслабиться. За 10 миллионов рублей вы можете в России купить кучу отечественных автомобилей. Но есть одна проблема. Все они будут старые. Это передача про самые дорогие автомобили в России. А это самый дорогой отечественный автомобиль, который вы можете купить новым. И он совершенно не похож на твою машину. Это необычный выпуск «Дорого-богато». Мы на Женевском салоне, на стенде Ауруса. Здесь практически русская деревня, русский дом. Куча интересностей. Длинная версия, варианты оформления и короткая версия «Сенат», которую скоро может купить каждый желающий. Давайте посмотрим на него со стороны клиента. Захотели бы вы или я его купить? Если рассмотреть его поподробнее. Если вы думаете, что эта машина сделана на коленке просто для того, чтобы поскорее им нужно было сделать президентский лимузин, вы очень ошибаетесь. Каждый элемент этой машины продуман максимально. Возьмем просто зеркало заднего вида. Посмотрите на эти бороздки. И вот эту выемку, которая препятствует тому, чтобы грязь залетала на зеркало и мешала вашему обзору. А вот это вот у расширения вот этой вот зоны позволяет отвести поток от бокового стекла и тоже оставить его в чистоте. Обо всем этом думали инженеры. Поскольку двигатель очень мощный, инженеры изначально настаивали, чтобы максимальные были отверстия для вентиляции мотора. И на самом деле даже их сейчас мало. Хотелось еще больше. И если бы они просто сделали огромные дырки, то это бы выглядело какой-нибудь обвес мансари. Но смотрите, здесь как интересно все обыграно. Вот эта вот часть сделана декоративной. Кажется, что воздухозаборник вот имеет такой размер. На самом деле и здесь, и здесь отверстие для прохода воздуха. И вот этот вот радиатор внутри, он доходит аж внутри до фары. Вот эта часть тоже полностью занята радиаторами. Машине сразу пытались привить такой хмурый немного взгляд. И поэтому вот здесь вот появилась вот такая вот выемка, такая бровь. И линзу сделали специально немножко усеченной наверху, чтобы машина как будто смотрела из-под лобья на вас, когда вы видите ее в зеркале заднего вида. На самом деле каждый элемент здесь задуман реально ребятами, которые понимали, что делать. Например, вот эти вот задние фонари. Ребята, это просто как бы задний фонарь, казалось бы, да, для всех вот обычных со стороны людей. Но на самом деле вот эта часть, габаритная часть, внутри такой сложный отражатель тормозного фонаря. Вот эта часть, здесь встроен поворотник и задний ход. А вот этот вот невидный проем, здесь противотуманный фонарь. То есть очень много функциональных разных элементов. Его очень сложно проектировать, порой сложнее, чем какую-то деталь просто кузова стальную. Колеса 20-дюймовые, с шинами Pirelli и с довольно высоким профилем. Это обусловлено тем, что изначально машина должна была быть бронированной. Для коммерческой версии, для каждого из нас, которая машина будет производиться, колеса, может быть, будут все-таки со временем больше. Во-первых, ощущение, спинка довольно сильно откинута назад и можно действительно расслабиться. И здесь вот маленькие подушечки, как когда-то появились у Мерседеса из нежнейшей ткани. Она из такой очень мягкой, нежной набивки и вы реально можете расслабиться после тяжелого дня и просто кайфануть здесь. В ногах очень много места, я не знаю, можно на колени кого-нибудь посадить и ехать. И передняя зона очень отдельно симпатичная. Я вижу часы, я всегда вижу сколько времени у водителя на передней панели, что тоже, согласитесь, удобно. И столик, который сделан из алюминия, такой, знаете, приятно холодит руку. Но он очень маленький, здесь нет выемок под стаканчик или чего-то такого, но ноутбук, в принципе, может сюда встать. Вот так вот ставите или какой-нибудь, не знаю, ланч здесь перекусить. В общем, все довольно удобно, хотя хотелось бы, чтобы стол был больше. У Мерседеса, например, он раскладывается еще на более широкий вариант. Убираем сюда, он есть и у одного пассажира, и у другого. И в середине у нас климат, система климата, причем она в тренде современном. Она с центральным экранчиком, где вы можете видеть режимы работы. Это климатическая система и, соответственно, температура. Причем, видите, с таким оттенком вот здесь вот все так подсвечивается, какие-то угольки такие желтые, уютные. Очень круто. И что интересно, здесь есть мультимедиа-система, которая встроена в спинку переднего сидения, и она управляется на двери. То есть есть вот такой вот джойстик, есть кнопка включения, есть кнопка возвращения обратно в меню, и она вот встроена именно сюда. Что довольно удобно, потому что если бы здесь был в ворох огромное количество кнопок, то было бы не очень красиво, в них можно было запутаться. А здесь все зоны функционально разграничены, то есть люди реально об этом подумали. Посмотрим на потолок, ребят, здесь кнопок едва ли не меньше, чем внизу. Так, что у нас здесь? Во-первых, зеркальце, да, довольно большого размера и с подсветкой. То есть можно здесь и посмотреть, как бы в думе подрались, например, да, там не повредили вам там кожу, там ничего, прическу не помяли, все посмотрели, все нормально, да, убрали. И, соответственно, здесь штурманские фонарики, с помощью которых вы можете почитать. Вот это, скорее всего, микрофон переговорного устройства, чтобы вас слышал впереди сидящий водитель. Звук голоса подается в колонки. Скорее всего, это именно система или что-то завязанное на климат. И также регулировка света в салоне. Ну, в общем, все так круто, парадно и специально, видите, сделано отдельной деревянной панелькой, встроенной в потолок. Все очень нарядно. Так, это у нас что? Сюда можно повесить пиджачок. Здесь можно держаться, если ваш водитель едет быстро и быстро проходят повороты. Спокойно взялись. И, конечно, шторки, которые окружают вас со всех сторон. Здесь еще есть, еще, смотрите, ниша под охлаждение бутылки шампанского. Вот опять эта фишка у дорогих машин, что обязательно должно быть шампанское в салоне. И еще маленькая ниша, куда можно что-нибудь убрать. Ковер с большим ворсом, знаете, практически как у Rolls-Royce, в который как-то даже немножко иногда стыдно вступать, потому что боишься за чистоту обуви. Управление, соответственно, задним диваном. Вы можете регулировать уклон спинки. И посмотрите, здесь наклеены маленькие кусочки кожи, чтобы все, что вы трогаете в машине, создавало натуральное ощущение. Меня закрывают в Aorus, ребята, исторический момент. Как долго мы этого момента ждали. Здесь у нас закрывается с микролифтом место для, собственно, напитков. Причем вы можете регулировать с помощью кнопочки. Смотрите, кнопка становится красной или синей. В зависимости от того, хотите ли вы подогреть кофе или, наоборот, охладить свой напиток. Рычаг автомата, такой, в общем, классический, надежный, большой. Кнопка паркинга электронного. Все нормально, здесь не должно быть никакой-то кочерги. И система, контроллер мультимедийной системы, который позволяет, в общем, настроить какие-то функции в машине. Здесь есть, например, водительские функции. Вы можете ехать в нормальном режиме, когда везете своего пассажира. Либо, если вы хотите прихватить сами за рулем, здесь есть спортивный режим, который обостряет реакции машины. Вы получаете удовольствие от вождения, от этого большого, мощного мотора. Так, посмотрим по расположению элементов. Как у Мерседеса два кластера. То есть, есть кластер приборов, кластер мультимедийной системы. И все это аккуратненько черной панелью, трехмерной такой, знаете, то есть, она вот сюда вот входит. Замаскирована под один большой какой-то элемент или экран. Внизу у нас классические аналоговые часы. И довольно маленькие дефлекторы, которые очень необычно двигаются. Смотрите, нужно брать не за какой-то язычок там или что-то. Нужно вот за эту вот ручку регулировать направление дефлектора. Кнопка Start Engine Stop. Соответственно, машина заводится не с ключа, а с кнопочки. И климат-контроль такой же, как сзади, с встроенными экранами маленькими. Что еще? Давайте посмотрим, что у нас здесь. Во-первых, прикуриватель, который уже часто очень в машинах опция у современных, у немецких. Нужно за него доплачивать. Здесь он есть. Курить можно, но не знаю, хочется ли уже в такой машине это делать. Довольно объемный бокс, чтобы положить сюда телефон или какие-то документы. С необычным креплением. Не знаю, ребят, напишите, что это такое, что это за крепление, под что. Я не очень понимаю. По ощущениям за рулем очень широкая, высокая, мощная панель, центральный тоннель очень широкий. То есть вы себя чувствуете в безопасно, окруженном вот этими натуральными материалами со всех сторон. Давай посмотрим на потолок, ребят. Здесь, опять же, большое зеркальце. И вот такая вот вставка из дерева, она сделана цельная. Я такого особо ни у кого не видел, у других марок. Полностью деревянный, вот такой деревянный элемент. И здесь есть, опять же, глонасс, элементы системы, возможность сзади регулировать шторку и свет в салоне. Безрамочное зеркало заднего вида, что приятно. То есть в него видно максимум обзора назад. Очень здорово. Кстати, подписывайтесь на наш канал, сразу ставьте звоночек, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Оставайтесь с нами, потому что дальше будет только интереснее. Здесь есть и удлиненная версия Ауруса. Давайте посмотрим на какие-то бросающиеся в глаза детали, которые реально оригинальные и необычные. Во-первых, отражатель, который нужно поставить по сертификации, потому что машина очень длинная. Она длиннее, чем тягач без прицепа. Вот это одно из интересных решений. Это не стекло, это бронированный элемент, потому что пришлось бы делать еще одно. Вообще, чем меньше стекол, тем лучше в бронированной машине. Но здесь сделана камера, которая на экран показывает, что происходит снаружи. То есть вы едете в машине закрытой, но видите на этой стене изображение улицы. Бронированные стекла, естественно, с очень толстой рамкой, потому что это самое уязвимое место бронированной машины. Необычная опция для представительской машины. Возможность установки сюда флагштока. Здесь может быть российский флаг, там какой-то президентский штандарт. Машина покрашена, наверное, самой потенциально интересной для россиян. Черный цвет, который там на стенде дополнительно называется Black Universe. То есть такая темная, бесконечная вселенная. И здесь один из интересных элементов, поскольку машина изначально разрабатывалась как правительственная, в креплении номера предусмотрены специальные ниши под проблесковые маячки. Это не для того, чтобы зацепить машину тросом. Крепление для троса находится вот под этим декоративным элементом. В конструкции сразу была применена гибридная схема. То есть Aorus всегда только гибрид с полным приводом. Зачем это сделано? Во-первых, на перспективу. Он когда-нибудь может стать электрический, поскольку тренды сейчас такие, что тема вся идет вот в этом направлении. Во-вторых, это просто передовая довольно система. Она позволила получить большой опыт и просто развивать дальше ее в этом направлении. Электромотор встроен между двигателем и автоматической коробкой передач. И вот здесь вот видно его батарею, которая поставлена именно сюда. Вообще, например, у Теслы батарея находится здесь, но здесь у Aorus большой довольно топливный мак. 90 литров хватит на довольно большое расстояние. И, конечно, это не могло не сказаться на емкости багажника. Она из-за этого ограничена. Но вот машина скомпонована именно так. Машина полноприводная. При скользких условиях подключается передний привод. И сюда может передаваться до 70% мощности вперед. То есть, если у вас здесь под задними колесами просто чистейший лед, а впереди все-таки асфальт, передок вытащит. 70% мощности будут передаваться сюда. И здесь мы можем посмотреть на багажник. Посмотрите, батарея не так уж сильно ограничила его объем. Здесь довольно узкий проем, но довольно достаточное пространство для чемоданов, которые вы можете взять в аэропорт или любых других нужд. Действительно, я думал, что он будет гораздо меньше по размерам. Соответственно, металлическая накладка из такого конкретного металла, чтобы вы не повредили обивку багажника. Мы ауру снимаем, Лех. Ауру. Лех сказал лайки. Поставьте лайк, пожалуйста, ребят. Все, 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 давай, сейчас все будет. Поставите, да? Все, мы пойдем дальше снимать. Здесь у нас неимпровизированный уголок, где вы можете выбрать материалы для машины. Прежде всего, кожу. Вот есть самый сразу простой российский вариант. Черная кожа, черное дерево в салоне. Что самое интересное? Кожа российская делается в Рязани из наших коров. А это довольно сложно, потому что коров едят комары, всякие мошкара. Их нужно пастить для хорошей кожи на склонах, чтобы не было болота и насекомых. Поэтому это наша настоящая кожа. Она практически сверху не обработана, не заполирована, сохранила естественную фактуру. Самый дорогой вариант здесь напа. Дальше. Отделка деревом. Никакого пока что карбона в салоне. Может быть, когда-нибудь позже. Нельзя сказать, что это российское дерево, потому что хорошее дерево растет в разных регионах мира. Там в Африке, Латинской Америке. Зависит от того цвета, который вам нравится. Вот, например, карельская береза. Ребята, даже дача Сталина, отделана карельской березой. Он очень любил этот материал. То есть здесь есть определенная связь времен с той машиной, которая послужила вдохновением для Ауруса и теми временами. И вот, собственно, материал тех времен, который тогда был, реально ценился и нравился людям. Здесь у нас цвета кузова автомобиля, чтобы можно было посмотреть на настоящем примере. И если вы думаете, что просто глава компании показывает и говорит, что эта машина будет зеленой, там, белой или черной, то это не так. Здесь специальный человек этим занимается. Так называемые отделы Color & Trim в компаниях. Девушка Ольга, которая до этого работала в Маруси и в других компаниях, она выбирала оптимальный набор цветов для машины, чтобы они оптимально подходили к ее внешнему виду. Например, для этого автосалона выбран вот этот вот что-то, нечто среднее между золотом и медью. Russian Gold называет этот цвет. Эффектный, красивый, дорогой, богатый. И здесь у нас, как нормальный конфигуратор у крутого производителя, есть возможность поместить машину в окружающую среду. Это Москва, судя по всему, с номерами уже машины. Смотрите, можно включить аварийку, посмотреть, как она работает. Элементы встроены в центр передней оптики. Можно посмотреть, как включается у нас дальний свет. Вот линзы загорелись боковые, да, ближний и так далее. Или выключить все полностью. При этом динамическое освещение, на машину падает свет, и сразу видите, как она будет выглядеть из окна вашего офиса. Можем поменять диски. Можем поменять диски с такими тоненькими спицами. Никаких вот, знаете, открытых тормозов или чего-то такого. Все классическое, такое добротное, неубиваемое. Но инженеры говорят, что эти диски будут работать и на охлаждение тормозов. И посмотрим цвета, ребята. Зеленый, посмотрите, какой классный оттенок, металлик. Вот здесь вот играет свет, видно. Синий, пульсар блю. Такой благородный, знаете, с отливом. То есть не просто синий там в лоб, да, а прямо такой вот крутой. И, наверное, самый яркий, красный, но такой тоже притушенный. При этом дизайнеры Aorus не экспериментируют пока с какими-то матовыми поверхностями, как у Mercedes или BMW. Их клиенты хотят прямо чего-то классического, глянцевого. Здесь мы можем менять, собственно, раскраску интерьера. Например, вот этот вот светлый салон. Вот, например, вот это вот кресло использовано в машине выставочной. Под кристаллы здесь, под такие бриллиантики сделано декоративный рисунок спинки. И он каждый раз меняется. Здесь четыре разных темы оформления интерьера чисто по креслам. Есть вот такой вот замечательный паттерн, который непосредственно разработан для Aorus'а, для каких-то декоративных элементов. Такие вот звездочки, которые можно увидеть и на логотипе машины. Вот, например, подушечки из них сделаны. Такой вот напоминающий какой-то продукции Louis Vuitton о чем-то французском, дорогом и тоже породистом. Кстати, вот он паттерн, который используется для декоративных элементов, для подушечек в салоне. Это тоже отдельно разработанная история декоративная. То есть можно сделать красивую папку для клиента, можно сделать какую-то в интерьере какую-то вставку с этими вот элементами. Это прям фирменный реально рисунок для Aorus'а. Вот у нас есть вот такой вот вариант, да, например, такой спортивный, как будто бы сбитый и держащий вас боковой поддержкой. А вот есть, например, и вот какой-нибудь такой вариант, когда широкое ощущение широкого кресла. Такое кресло сделать еще дороже, потому что нужно еще один большой цельный кусок кожи. И здесь вот меняются, соответственно, еще и, собственно, орнамент. Ребят, вот я то, что говорил. Для продажи Aorus'а уже сертифицированы два дилера. Это Panafta и Avalon. И уже есть клиенты, которые могут резервировать автомобиль, какие-то задавать вопросы. И пока самых два главных вопроса – это когда появится машина и сколько она стоит. Когда? Мы можем сказать. Это уже 21-й год. Ну, в общем, подождать еще придется прилично. Сколько стоит, пока что неизвестно. Но мы думаем, что в районе 10 миллионов рублей до бесконечности, потому что вы можете заказывать разные опции, вы можете бронировать машину. В общем, все это мы узнаем чуть позже, но это круто. Как бы факты открываются постепенно и привлекают внимание к проекту. И осталось, пожалуй, лишь узнать главный вопрос. Купил бы ты после всего услышанного себе Aorus? Давайте напишем в комментариях, кто бы взял его и ездил на нем, кто не хочет такую машину. И в следующем выпуске в описании мы напишем, сколько людей проголосовало и захотело я эту тачку после нашего обзора. А сколько все еще хочет какой-нибудь другой автомобиль. Вы смотрели передачу про самые дорогие автомобили в России. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Дальше ведь будет только интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok